Средний класс в России это кто? В плане людей? Ну, люди, наверное, которые зарабатывают до 100 тысяч рублей. Это учителя, это врачи, это инженеры. А вы как считаете? Мне кажется, что средний класс это нечто выше в нашей стране, чем учителя и инженеры. Средний класс это какая зарплата? 30 тысяч рублей. Это средний класс. Я считаю, что средний класс это выше зарплата. От 50 до 100 как минимум. Средний класс люди, зарабатывающие, соответственно, для среднего класса. А вот примерная зарплата? Ну, наверное, начиная от 60-50 тысяч в месяц. Скажите, пожалуйста, кого можно назвать средним классом в России? Наверное, врачей. А зарплата в месяц у среднего класса сколько? Я думаю, 30, может быть, 23 тысячи. Так. Нас. Не знаю, мне кажется, сейчас уже никого. У нас либо богатые, либо бедные. Средний класс это зарплата сколько? 30-40 тысяч. Нет. Я так не думаю. Я думаю, что 1120-150. Это средний класс. Средним классом в России? Я, ну, не знаю, мы не с Россией, мы из Беларуси. Ну, вот зарплата сколько в рублях должна быть? И в долларах? В российских? Ну, 1050-1060. Средняя. Это средний класс? Да, средняя заработная плата. Большинство людей, которые проживают сейчас у нас. Не знаю, обычные рабочие, не бизнесмены, не владельцы каких-нибудь банков. Зарплата сколько у среднего класса в рублях? Ну, если смотреть по Питеру, то около полтинника, я думаю. То есть 50 тысяч – это средний класс, да? Я думаю, да. По Питеру, если смотреть. Питер, Москва. А если в других городах, то намного ниже. В районе там 10, наверное, до 15, если такие какие-нибудь глубинки. Нас. Нас. Зарплата сколько в месяц у среднего класса? 5 тысяч рублей. Секрет. Не знаю. 5 в месяц? Да. 50. Скажите, как… Нужный вопрос, на самом деле, про зарплату. Мы не будем раскрывать все тайности жизни. Не, мы не вашу личную имеем в виду, а вот средний класс – это сколько? 20-30 тысяч рублей. Многих можно назвать средним классом в России. А зарплата какая должна быть у среднего класса? У среднего класса? Порядка 50 тысяч. То есть сейчас ниже, да? Конечно, ниже. Конечно, ниже. На мой взгляд. Средним классом. Вот зарплата в месяц? Ну, не знаю, даже что отведите. 30 или 130? Ну, 30. Это средний класс? Да. Наверное. Скажите, для чего хотят повысить пенсионный возраст? Побольше людей поэксплуатировать. Подольше. Подольше, да. Чтобы побольше денег заработали для нашего государства, которое для нас ничего не хочет делать. А мне кажется, что некоторые могут просто не дожить до пенсии? Кажется. Кажется. Не знаю. Не интересуюсь. Вы не допускаете, что в связи с этим кто-то может просто не дожить до пенсии? Допускаю. Почему нет? Если он будет выше, то, соответственно, меньше вероятности, что до него доживешь. Ну, наверное, из-за политических соображений, те, кто занимает места в высших чинах, те, которые сидят уже сейчас там на пенсии и не хотят оставлять своих мест. Бюджет. Надо поднимать деньги, бюджет. Урезать растраты. Поэтому хотят, чтобы пенсионеров урезать. Ну и все. Скажите, а вы не допускаете, что кто-то может в связи с этим не дожить до пенсии? Нет. Нормально все живут. Просветаем страна. Питаемся. Нормально. Природа хорошая. Не хотят платить налоги. Пенсии платить не хотят. Ну и пенсии, и налоги вообще, в принципе, не хотят содержать Россию. Чтобы дольше работали. Чтобы государство будет выгоднее. И рабочая сила есть, и платить меньше приходится. Пенсии выплачивать. Вы не допускаете, что в связи с этим кто-то может просто не дожить до пенсии? Может не дожить. Очень многие точно могут не дожить. Исходя из того, что огромное количество и так на работе больше 8 часов, и у них работа не сидячая, а именно работают физическим трудом. Могут не дожить. Многие пенсионеры работают, уже будучи по возрасту, на пенсии. Они, наверное, еще с удовольствием передавали бы свой опыт, свои знания младшему поколению. Вопрос до конца не исследован. Это требует более глубокого анализа. А вы не допускаете, что в связи с повышением пенсионного возраста кто-то может просто не дожить до пенсии? Такой вариант тоже не исключается. Такой вариант не исключается. Не могу ответить на вопрос. Для того, чтобы больше собрать в казну государство, для того, чтобы было государство, чем работать, скажем так. Сэкономить на пенсиях. А вы не допускаете, что кто-то может не дожить в связи с этим до пенсии? Конечно, безусловно, допускаем. И так оно и будет, и есть. Это и расчет. Для того, чтобы люди, наверное, больше работали. А вы не допускаете, что кто-то может не дожить до пенсии в связи с этим? Конечно, допускается. И, скорее всего, так оно и будет. Скажите, как вы считаете, нужно что-нибудь менять в школьном образовании? Да, нужно. Но что именно сейчас точно не скажу, но знаю, что надо. Это очень много есть бесполезных, неправильных вещей, которых учат детям. А то, что нужно, их этому не учат. Вот, это я знаю по себе. Безусловно, сто процентов. Очень много знакомых, у которых дети школьного возраста, учатся в школе, просто хватаешься за голову. Полное безобразие. Я считаю, что мы учились намного лучше и правильнее. Аналогичное мнение. А вы считаете, что нужно к старому вернуться или что-то новое придумать? Ну, новое хорошо забытое старое, да? Почему бы не вернуться к старому? Ну, если смогут придумать что-то новое лучше, пускай будет новое. Но я считаю, что наше образование было лучше и достойнее, чем дети получают сейчас. Блин, давно в школе не учился, сейчас не знаю, что там происходит. Ну, возможно, частично. А вы как считаете? Затрудняюсь ответить. Пока я... Тогда, когда мы учились, ну, я, по крайней мере, меня все устраивало. Все было хорошо, все было отлично получилось. Пока не сталкивались, дети еще в школу не пошли, поэтому что-то точно сказать, ну, затрудняюсь. Не знаю, моя школа меня, например, абсолютно устраивала, но я думаю, может быть, побольше уроков именно полового воспитания стоило бы, я думаю. Правильное, потому что я сама дерматовенеролог, и поэтому я знаю огромное количество случаев передачи инфекционных, вот, инфекции, предыдущихся половых путей, именно у подростков. Я считаю, что этому надо обучать в школе. Несомненно. Нужно к старому возвращаться или что-то новое? Вопрос неоднозначный. Нужно, если старо, взять все лучшее. Лучше было очень много. И соединить с новыми достижениями в области психологии, этики, логики и культуры. Такие вопросы, слушайте, я не готова как-то на них ответить. Ну, возможно. Нужно к старому вернуться или что-то новое? Возможно, что-то новое. Возможно, программы какие-то старые нужно. В школьном образовании надо отменить все тесты и прививать, начать прививать любовь детям к учебе. Как сказать, не заставлять их корпеть над ней, скажем так, выдавливать из себя нежелание ей заниматься. А, наверное, поменять систему так, чтобы с первого дня учебы, начиная с первого класса, детей заставляли ее любить. Им было интересно, им хотелось самим ей заниматься. Не родителям, не учителям, а детям именно. А вы как считаете? Сложно судить нашу систему образования, но в чем-то соглашусь. Возможно, возможно, не знаю, не настолько разбираюсь в этом вопросе. Я думаю, нужно к старому возвращаться, остаться как сейчас или что-то новое? Нет, ну я думаю, в любом случае не нужно возвращаться к старому, нужно развиваться, идти вперед и развиваться, что могу сказать.